На острове Вайгач планируется создание национального парка. Подробнее об этом расскажет координатор проекта в Баренце-отделении Всемирного фонда дикой природы Иван Мизин. Здравствуйте, Иван Андреевич. Здравствуйте. Скажите, для чего создается на острове Вайгач национальный парк? Национальный парк – это такая форма природопользования современного, государственного уровня, которая предназначена для того, чтобы эта территория была, с одной стороны, наилучшим образом развита, а с другой стороны, чтобы те природные и историко-культурные богатства, которые на ней находятся, были сохранены. То есть вот две таких основных задачи каждый национальный парк в себя включает. У нас в стране достаточно большое количество национальных парков, несколько десятков их, и они находятся во всех субъектах Российской Федерации, и все они расположены в тех местах, которые наиболее ценны для местного населения, для регионов с точки зрения и природы, и культуры. А сейчас какой статус у острова Вайгач? В настоящее время основная часть острова Вайгача, она находится в ведении региональных властей и носит статус регионального природного заказника. То есть эта форма охраны окружающей среды несколько ниже, чем национальный парк, и не предусматривающая определенных вещей, как, например, постоянный штат, постоянный бюджет. Это, безусловно, подчеркивает значимость этой территории, определенные правила природопользования на ней действуют. Но, тем не менее, форма охраны окружающей среды немножко ниже, чем федеральный национальный парк. И что даст создание национального парка? Как, опять-таки, здесь можно сравнивать с другими уже существующими национальными парками, с опытом данной проблемы охраны окружающей среды, историей которой насчитывает уже, ну, если в мире брать, то больше сотни лет. Потому что первый национальный парк был создан в конце 19 века, именно в том виде, в котором они существуют сейчас. В нашей стране национальные парки начали активно создаваться с 1981 года. И к настоящему моменту практически, ну, каждый, если не каждый год, буквально каждые несколько лет у нас создается новый национальный парк. И нас к этому подталкивает, ну, нас я имею в виду вообще и природоохранные учреждения, и Министерство природных ресурсов и экологии, в ведении которых находятся все национальные парки. Та ситуация, которая существует в мире и в нашей стране. То есть необходимость, с одной стороны, сохранить нашу природу и наше культурное богатство, а с другой стороны, предоставить возможность всем желающим ознакомиться с этой природой, полюбить еще больше свою собственную родину. А для тех людей, которые проживают на данной территории, ведут какое-то традиционное природопользование, увеличить эффективность своей работы и поднять свой уровень жизни. Иван Андреевич, расскажите, в чем природная ценность острова Вайгач? Остров Вайгач вообще очень уникальное место. И у нас в Арктике, во всей, от Кольского полуоста, от Баренцева моря до Чукотки, целый ряд есть островов, архипелагов. Каждый из них абсолютно, конечно, уникален, интересен, по-своему имеет свои собственные достопримечательности. Но даже на фоне нашей такой уникальной арктической природы остров Вайгач выделяется. Не зря все книги, которые написаны про Вайгач, написаны в очень таком ключе восхищения и природой, и культурой. Если говорить о природе, то здесь у нас встречаются все редкие виды животных Арктики, которые занесли в всевозможные красные книги. Это, естественно, и региональные, и красная книга Российской Федерации, и международный список Союза охраны природы, который очень такой расширенный. Смотрите, здесь на острове Вайгач проходят миграционные пути белых медведей. Этот вид, который всеми считается одним из наиболее уязвимых к наблюдаемым природным изменениям на нашей планете. Вид, который постоянно сталкивается с жизнедеятельностью человека, присутствует в местах обитания человека. И внимание к белому медведю не случайно, потому что оно способно разрешить сразу целый ряд проблем взаимодействия человека и дикой природы, а также нам понять, какие же климатические изменения в настоящее время происходят, влияют ли они на живую природу, и каким образом животные различные виды способны адаптироваться либо не адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям. Кроме белого медведя, здесь и самые крупные в регионе Лежбища Атлантического моржа. Это такой же краснокнижный вид, это вид, который обитает в море, которые обитают в тех местах, где проектируется добыча полезных ископаемых, в том числе углеводородов. То есть, опять-таки, все эти виды, они связаны с деятельностью человека, и человек обязан уделять внимание работе с ними. Дальше, значит, остров Вайгачи — это место зимовки, место гнездования большого количества перелетных птиц, водоплавающих и околоводных. Это центральное в регионе, здесь же проходит путь миграции между Карским и Баренцевым морем, и, соответственно, без острова Вайгача обойтись нельзя. Это центральное место для поддержания популяции многих редких видов, и прежде всего, обыкновенной Гаги. Вид, который находится, в общем-то, в не очень благополучном состоянии, численность его, к сожалению, не растет, а в некоторых местах и падает. Вот Вайгач является его местом убежища. Кроме того, значит, остров Вайгач является таким очень интересным местом для дикого северного оленя и, в том числе, и для его домашнего собрата, потому что остров — это традиционное место оленеводства. Соответственно, все экосистемы острова, они тесно связаны с присутствием дикого северного оленя. Кроме этого, очень интересны объекты неживой природы здесь, безусловно. Это и определенные полезные ископаемые, которые здесь находятся, которые когда-то разрабатывались. Это очень интересные геоморфологические объекты, которые включают в себе береговую линию. То есть они интересны не только с точки зрения науки, но и с точки зрения ландшафта и такого визуального эффекта на человека. То есть все виды арктических растительных сообществ встречаются на острове Вайгач. То есть получается, остров, с одной стороны, является эталоном для природы, с другой стороны, он является местом обитания всех наших редких видов животных и птиц, которые встречаются в арктической зоне. Какая работа ведется по подготовке к созданию парка? Значит, сама идея ведь национального парка острова Вайгач была выдвинута достаточно давно. И к ней, конечно, основную роль здесь играют местные краеведы, то есть жители, неравнодушные ученые, которые много времени проводили в экспедициях. И, собственно, лучше всех знают, что происходит на территории Ненецкого автономного округа, какие природные богатства здесь есть и что наиболее интересное. И, конечно, Вайгач здесь, как я уже говорил, занимает, безусловно, первое место. Когда создается любой национальный парк, после такой, как идея созрела, научное сообщество, значит, и все люди, которые к этому причастны, создают так называемый проект экологического обоснования. То есть все материалы изученности по данной территории собираются в одно место, обобщаются, и получается большая толстая книга, где описывается все, что есть и все, что известно об этом месте, в том числе на острове Вайгач. И вот в настоящее время вопрос о создании, или, так сказать, мысль о придании статуса национального парка данной территории находится в таком состоянии, когда мы имеем первый вариант комплексного эколого-экономического обоснования для этого парка. То есть все ресурсы обобщены, обобщены они в ходе и специальных экспедиций, которые ведутся очень давно, обобщены они на основе известных литературных материалов. И к этому причастны и Академия наук Российской Федерации, к этому причастны, безусловно, и местные ученые, и Нарьянмара, и Архангельска. То есть это целый большой коллектив людей обобщил свои... И теперь этот документ, согласно требованиям нашего российского законодательства и практике создания национальных парков, выносится на общественное рассмотрение, чтобы все желающие и все заинтересованные лица, прежде всего местные жители, смогли ознакомиться с этим, внести свои поправки, с чем-то согласиться, что-то покритиковать. И таким образом, если будет принято решение о создании национального парка, оно будет принято на решение, такое решение на основе длительных консультаций с местным населением. Давно уже работа ведется, да? Да, конечно, конечно, потому что первая идея о национальном парке были высказаны, наверное, на таком громком уровне. Это в конце 80-х годов, когда пошли у нас большие крупные экспедиции по Арктике, когда было обобщено все историко-культурное и природное наследие. Тогда, конечно, концепция развития особо храняемых территорий острова Вайгач, новой земли, она была, так сказать, обобщена и выдвинута. Ну и окончательно сформулировалась в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Ну и потом пошел процесс уточнения всевозможных, сбора дополнительных сведений. И на сегодняшний день можно сказать, что этот этап завершен, то есть первая часть работы сделана. Мнение научного сообщества природоохранного, оно, безусловно, одно. Но ценность острова Вайгач настолько велика, что она уже превышает, ну, собственно, значение оригинального уровня. То есть это такая ценность, которая должна быть сохранена на уровне нашей страны, на уровне государства. Нет больше у нас в стране таких мест, где находится такое количество природных и историко-культурных наследий, именно связанных с историей ненецкого народа. Это прежде всего, конечно, это необходимо сохранять. А сохранять в современном мире существует только одна форма — это национальные партии. А что угрожает острову и его природе? Вы знаете, как и всё, что связано с Арктикой, угрожает, безусловно, развитию хозяйственной деятельности человека. Причём не сама хозяйственная деятельность человека, а вопросы, связанные с её в той или иной степени упорядоченности, когда какие-то действия могут случайно или явно повредить тому или иному объекту, нарушить целостность той или иной экологической системы, и, соответственно, цепочка за собой потянется целое следствие других негативных моментов. Значит, остров Айгач находится вблизи активного пути транспорта судового, морского. Это Северный морской путь. Соответственно, большое количество судов и связанных с этим различных активностей логистики, это и воздушные суда, способны наносить определённый ущерб окружающей среде. Различные моменты, связанные с добычей полезных ископаемых. То же самое, это же присутствие людей, это различные инфраструктуры, это различные активности хозяйственные, которые, опять-таки, не могут производиться без нанесения ущерба окружающей среды. Соответственно, все эти вещи должны быть пространственно разнесены. У нас должны быть участки свободные от хозяйственной деятельности, для сохранения историко-культурного природного наследия, должны быть участки, где производится хозяйственная деятельность. Соответственно, это вот тоже одна из задач любой охраняемой территории, каким-то образом внести баланс между использованием окружающей среды и её сохранением для нас и для будущих поколений. У нас, конечно, это самые крупные, вот я перечислил, действительно большие угрозы. Кроме этого, существует целый ряд моментов, связанных просто с развитием активности людей к путешествиям. И Арктика в последние годы всё больше и больше привлекает людей. То есть, если бум у нас первый был к Арктике, конец 19-го, начало 20-го века, когда очень большие экспедиции, пытаясь достигнуть Северного полюса, практически везде тут, значит, находились, много было людей. Соответственно, сейчас мы немножко с другой точки зрения, но, тем не менее, мы видим повышенный интерес к Арктике. Люди хотят видеть её, люди хотят видеть своими собственными глазами уникальную природу. То, что они в других местах нигде не увидят, и, может быть, доступные привычные южные курорты уже многим, собственно говоря, поднадоели. А здесь такая экзотика встречается, что для тех людей, а большинство людей у нас живёт в тёплых и средних, умеренных широтах, они никогда больше нигде не увидят, и многие мечтают это посмотреть. Соответственно, этот поток людей требует упорядоченности, потому что любое посещение людей, такое хаотичное, оно способно просто-напросто разрушить даже ландшафт, арктически особенно. Значит, это вот первое. Затем у нас есть целый ряд таких мест на острове Вайгач, ну, например, как Лежбища Моржей, вокруг которых, безусловно, опять-таки, по опыту других мест, необходимо иметь специальный такой режим охраны, чтобы суда не могут подходить близко. То есть, опять-таки, посетители, туристы и суда, такого назначения транспортного большего, они должны знать ограничения в этих Лежбищах. Воздушные суда, вертолеты не могут прилетать ниже и ближе к какому-то определенному расстоянию возле этого Лежбища Моржей. Люди не могут посещать это Лежбище, допустим, с собаками. Ну, то есть, те приезжие, туристы различные, они, конечно, хотят все это посмотреть. Посмотреть можно, но с соблюдением правил не навредить данному месту, чтобы эти самые маржи здесь лежали долго, в течение многих лет, и другие люди могли на них посмотреть. Кроме того, безусловно, тундровые ландшафты, они очень восприимчивы даже к прямому вытаптыванию. То есть, безусловно, ходить в некоторых местах в большом количестве экскурсантов, естественно, нельзя. В некоторых моментах нельзя строить какие-то сооружения. Все это как раз национальный парк способен грамотно разрешить эти вопросы для выгоды, как бы сказать, всех сторон и природы, и культуры, и, безусловно, человека, как приезжих, желающих посмотреть на места, так и местных жителей. Как реагируют местные жители на создание национального парка? Местные жители, к сожалению, реагируют точно так же, как это часто происходит в других местах. Сама просто идея о создании... Ну, раньше это были заповедники, теперь это чаще состоится в национальном парке. И, конечно, она не всеми местными жителями воспринимается с пониманием или, так сказать, с поддержкой. Потому что одной из причин является, ну, в общем, слабая осведомленность, информированность в местных сообществах истинных задачах национальных парков. И, конечно, такой приход какой-то сторонней структуры, организационной, оно часто людей пугает. И, в общем-то, это совершенно понятно. Местное население, местное сообщество, значит, познакомившись с первичными материалами вот обоснования национального парка, высказал целый ряд замечаний, которые будут, безусловно, учитываться. И с нашей точки зрения пока нет однозначного ответа по поддержке или по полному отрицанию самой идеи создания национального парка. Сейчас как раз вот работы вступили во второй этап от так называемых общественных слушаний, когда все заинтересованные стороны должны посмотреть, ознакомиться, взвесить все эти моменты и сформировать общественное мнение окончательное о том, будет ли здесь национальный парк или не будет. Хотя, конечно, вот с моей точки зрения, а я достаточно давно работаю на особо хранимых территориях, и 15 лет я поработал в наших национальных парках российских, конечно, буквально через очень короткое время противники национальных парков стараются их ярыми сторонниками, когда видят, что образуется на этой территории, каким образом, я бы даже не побоюсь этого слова, новая жизнь способна вдохнуться в это место. И, конечно, те вопросы, которые они задавали раньше, даже многим кажутся просто через некоторое время смешными. Почему опасаются местные жители? Почему? Может быть, что-то изменится в их жизни? Конечно, все местные жители опасаются, что будет нарушен их традиционный уклад жизни. Традиционный уклад жизни у нас, у людей, которые живут непосредственно на территории, вне городов, связан, конечно, с природой. И для того, чтобы дать ответ, что для них изменится, всегда рассматривается вопрос, а что же делает местное население в настоящий момент? Чем же оно занято? Чем можно помочь? И какие возможные действительно могут быть ограничения? Здесь необходимо отметить такой небольшой, но очень интересный вопрос, что сама концепция национальных парков последние два десятилетия, она немножко меняется. Если раньше национальные парки были в основном акцентированы на вопросах сохранения окружающей среды, на сохранении видов, то теперь все больше и больше внимания уделяется на всех уровнях развитию традиционного природопользования для местного населения. Соответственно, если это все прописывается, безусловно, в уставных документах национальных парков, и это общая тенденция по всей нашей стране. Если местное население у нас традиционно занимается оленеводством, то оленеводство, безусловно, для национального парка будет таким видом деятельности, которая будет поддерживаться в первую очередь. Соответственно, национальный парк способен привлечь новые ресурсы, как человеческие, так и, собственно, касающиеся самих северных оленей. То есть попытаться либо сохранить оленеводство, если оно в хорошем состоянии в этом месте, на том уровне, на котором оно существует сейчас, либо сделать его еще более эффективным, больше вовлечь местное население, если у них есть такая заинтересованность в этот процесс, помочь в организации, в том числе материальной, этого достаточно непростого на самом деле занятости населения. Значит, если местное население занимается традиционными, другими видами промысла, если эти промыслы не противоречат законам Российской Федерации, безусловно, они являются прерогативой в деятельности национального парка. То есть все, что делает местное население, это все как раз и ложится в основу экономической и природоохранной, и туристической деятельности любого национального парка. То есть местные жители, фактически, занимаясь тем же самым, что они делают, становятся уже на более высоком государственном уровне хозяевами своей земли и способны более эффективно это все осуществлять. Потому что, естественно, любая добыча связана с рынком избыта. То есть удаленное такое место, как Айгач, оно вовсе не такое замечательное с точки зрения, что же делать потом с этой продукцией, которая там производится местными жителями, на что они обменивают ее. А национальный парк в этом отношении является такой организующей структурой. Национальный парк создаст новые рабочие места? Безусловно. Это тоже одно из первых таких вещей, которые всегда происходят. Ведь национальный парк — это не просто какая-то там страшная организация, которая прилетела откуда и сразу начала обносить забором все вокруг. Это чистой воды заблуждение. Всегда любая структура, которая работает непосредственно на территории, она основывается и опирается на местных жителей. Кто, как не местный житель, будет работать в национальном парке? Только они, безусловно. Кто будет государственным инспектором по охране территории? Кто будет смотреть за туристами? Кто сможет привести экскурсию для туристов лучше? Кто может помочь ученым в их работе? И, между прочим, это все уже происходит. Например, сотрудники Российской академии наук, которые приезжают на остров, сотрудники общественных организаций научных, например, Совет по морским млекопитающим, или экспедиции Всемирного фонда природы. Ведь у них есть проводники среди жителей Воегача. То есть они уже фактически, ну как минимум 10-15 лет, они этим занимаются. Они участвуют в экспедициях научных. Они работают с учеными, которые изучают моржи, тюленей. То есть все они как бы прекрасно этим занимаются. Только они сейчас занимаются на общественных началах, а тут они еще будут получать за это деньги. Вот, конечно, создание рабочих мест, это в настоящее время тоже одна из задач государства, которое реализует их посредством такой формы, как национальные партии. Иван Андреевич, расскажите немного о своей работе. Я, ну вот как вы уже совершенно правильно сказали, являюсь, так в должность моя называется, координатор проектов Баренцов-Морское отделение Всемирного фонда дикой природы. Мы базируемся в Мурманске. Мы тоже заполярные жители. Точно так же живем в таких же условиях полярного дня и полярной ночи. Такие же метели нас сопровождают в течение нашей жизни. Основная наша задача, мы способствуем и сохраняем, ну вот лично я, допустим, работаю с всеми проектами научными и природоохранными, связанными с сохранением редких видов. То есть у нас в Арктике существует много видов животных, которые требуют к себе внимания. Но есть такие виды, изучая которых мы можем наиболее четко сфокусировать все наши проблемы, которые существуют и есть, и показать и для широкой общественности, и для науки, что же происходит сейчас в Арктике. Это белый медведь, это атлантический морж, и это, безусловно, дикий северный олень. Периодически еще, конечно, вопрос встает о работе с китообразными. Вот, но это достаточно специфический вид работы. В основном мы касаемся вот этих трех видов, и все, что связано с ними, это изучение, это попытка, допустим, для белого медведя преодолеть такую серьезную проблему конфликтной ситуации с белым медведем, потому что присутствие человека в Арктике усиливается, и одновременно с этим граница наших льдов уходит все дальше и дальше на север. Соответственно, во всем мире, и наша страна в этом абсолютно не уникальное явление, и ненецкий автономный округ в том числе, все больше и больше медведей остается в летний период, а иногда и на круглый год, на берегу. То есть они теряют свое место обитания, привычное на дрейфующих льдах, где они добывают свой привычный корм в виде тюленей. Соответственно, остаются они на берегу. На берегу, это значит, однозначно они выходят к местам жизни человека. Полярные станции, вахтовые поселки, деревни с постоянным населением, где живут коренные жители. И у нас в последние годы есть, к сожалению, примеры и смертных случаях, гибели людей от нападений белых медведей. Процесс сопровождается таким, естественно, ответной реакцией человека. То есть белые медведи уничтожаются в ответ на нападение, конечно, отстреливаются. Деваться некуда, защищать человеческую жизнь, это важнее всего. Но решать эту проблему надо. И в мире существует целый ряд подходов таким образом, чтобы человек мог нормально жить, продолжать и вести свою деятельность здесь, на арктическом побережье. И чтобы, в частности, белый медведь страдал меньше от этого. То есть каким-то образом людей и белых медведей пытаться развести их жизнь и деятельность в разные стороны. Этим мы тоже пытаемся заниматься, и мы взаимодействуем здесь с организациями в Нарьянмаре. Как этого добиться? Этого добиться, на самом деле, теоретически очень просто. Сложно, как обычно, ввести это всё в практику. Во-первых, значит, людям необходимо соблюдать очень простые правила при постоянной жизни. Это, во-первых, конечно, это работа с отходами жизнедеятельности. К сожалению, что привлекает медведей? Пищевые остатки, пищевые отходы. То есть в тех местах, где человек не способен наладить утилизацию пищевых отходов, естественно, появляются белые медведи, возникает конфликт. То есть первое, это стараться либо не образовывать пищевые отходы, либо их утилизировать таким образом, чтобы они были недоступны животным. Второе, если речь ведётся о поведении людей, то есть ни в коем случае не подкармливать животных, не стараться с ними перейти на такое близкое общение, не допускать понебратства. Потому что один-два раза это сойдёт, на третий раз медведь, безусловно, нападёт. Потому что медведь белый — это перманентный хищник. Его добыча — это млекопитающий. И человек рассматривается в этой же самой цепочке. Белый медведь не различает, человек это или тюлень. Он, к сожалению, не в состоянии отличить добрые намерения от каких-то других. Если мы даём ему банку сгущёнки, то он воспринимает банку сгущёнки как пищу, но и руку человека, который даёт ему эту банку, она точно так же для него часть его еды. Это продолжение его пищи. Соответственно, съев банку сгущёнки, он будет пытаться съесть эту банку и дальше. Вот. Можете себя, значит, вполне представить, что оканчивается это, как правило, нападением на человека. И опять-таки эта ситуация усиливается по всему миру, потому что ведётся статистика конфликтных ситуаций. И у нас, в нашей стране, и в тех местах, где медведь белый обитает, ну, это и Гренландия, это и Канада, это и Аляска, это и Шпицберген в Норвегии. И, к сожалению, из года в год мы наблюдаем рост числа конфликтных ситуаций. Соответственно, внимание везде к этой проблеме усиливается. Вот. Значит, работа с отходами, правила поведения. Временные базы, например, это рабочие посёлки какие-то, вахтовые, это военные части, они должны быть обнесены забором, которые препятствуют медведю проникновению внутрь этих военных баз. Если невозможно обнести забором целиком посёлок, то необходимо ограничивать проход медведей в каких-то ключевых местах. Это пищевые блоки, это места нахождения людей на открытом воздухе. Для этого можно использовать как стационарные, большие такие заборы из металла, электрические изгороди в некоторых местах используются. Стражевые собаки, как средство предотвращения нападения медведей, раннего обнаружения и отгона, тоже очень эффективно. И, безусловно, наличие всё-таки у человека должно быть те средства, которые непосредственно отпугивают медведя. Это либо какие-то светошумовые приборы, либо резиновые пули. Спасибо, Иван Андреевич. Я напомню, на острове Вайгач планируется создание национального парка. Подробнее об этом нам рассказал координатор проектов Баренца отделения Всемирного фонда дикой природы Иван Мизин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова